Всем привет, с вами Кик! Сегодня у нас яркий представитель субфлагманов среди смартфонов с мощным процессором, уникальной портретной съемкой профессионального качества и батареей нового типа. Это Honor 200. Сначала рассмотрим внешний вид устройства. А для лучшего восприятия сразу трех цветов. Каждый задает особое настроение, что позволяет найти своего пользователя. Взгляд сразу приманивает овальный блок камер и текстура стеклянной панели, напоминающая мрамор. Она не собирает отпечатки пальцев, а корпус кажется довольно прочным, хотя и весит всего 187 грамм. При этом смартфон тонкий, всего 7,7 миллиметра. Экранное стекло не изогнуто по краям, как в старшей модели, что добавляет смартфону цепкости. Honor 200 поставляется с мощным блоком питания на 100 ватт, кабелем USB-C и защитной пленкой, уже наклеенной на стекло. Как вы уже могли заметить, разъема для наушников по современным трендам тут нет, как нет и слота под SD-карту. Лоток вмещает только две наносимки. Теперь оценим качество экрана, за которое устройства Honor постоянно получают комплименты. Разблокировка экрана по отпечатку срабатывает почти мгновенно, она находится под стеклом. Яркость экрана сразу говорит о том, что перед нами AMOLED-дисплей. Диагональ 6,7 дюйма, разрешение 1200 на 2664 точки, частота обновления 120 Гц. Все для четкой и плавной картинки есть. Также у экрана отличные антибликовые свойства и есть олеофобное покрытие, по которому без проблем скользят пальцы и не оставляют отпечатков. В настройках цветового режима можно изменить цветовую температуру на необходимый оттенок или довериться функции циркадных ритмов, которая будет подстраивать цветовую температуру автоматически в зависимости от времени суток, что избавляет пользователей от влияния синего цвета и улучшает качество сна. При низком уровне яркости глаза не напрягаются, как это обычно бывает на некачественных экранах из-за мерцания. Здесь такой проблемы вы не встретите. Поэтому смартфонам комфортно пользоваться как при ярком солнце, так и в ночное время. Но даже самый качественный экран не раскроет свой потенциал без высокой производительности. Здесь установлен чип уровня выше среднего Snapdragon 7 Gen 3. В тесте Antutu он набирает 800 миллионов баллов, чего будет достаточно для любых задач. Кроме того, имеется 8 или 12 гигабайт оперативной памяти, с которой можно в фоновом режиме удерживать большое количество приложений и быстро переключаться с одного на другое. Внутренней памяти здесь 256 или 512 гигабайт, в зависимости от модели. Любители тяжелых приложений типа игр или видеоредакторов могут рассматривать Honor 200 к покупке, ведь высокие настройки графики будут действительно видны на качественном экране. Вдобавок здесь имеется глубокий стереозвук, который тоже добавляет погружение. Например, в танках Blitz на максимальных настройках в зависимости от локаций счетчик FPS был от 80 до 120. Call of Duty Mobile держал стабильные 60 FPS. PUBG Mobile с высокими настройками держал уже около 50 FPS. Мы играли несколько часов, но за все это время смартфон не перегревался и не замедлял работу. Имейте в виду, что во время длительных игровых сессий лучше переключать смартфон в производительный режим в настройках батареи. Ну а теперь посмотрим камеры. Главная камера оснащена отличным сенсором Sony IMX906 на 50 мегапикселей. Но мало того, Honor в сотрудничестве с французской студией Arcour научили камеру делать не только натуральные снимки, но и вести прекрасную портретную съемку в трех режимах. Контрастном, приглушенном и монохромном. И эти труды действительно себя оправдывают. В любом из режимов камера точно определяет границы объекта съемки с помощью искусственного интеллекта и создает мягкий эффект размытия. Камеру также научили дружить с мелкими движущимися объектами, например, с волосами. Теперь они не замыливаются, и теперь у вас будет возможность посчитать количество волос на голове. Даже если у вас нет навыков фотографов, вы удивитесь, насколько схожи с профессиональными ваши фото на Honor 200. Кроме того, у основной камеры достаточно дополнительных фишек типа захвата, движения и улучшения лица. Обычная съемка также не требует от пользователя навыков, чтобы получить хороший кадр. Даже вечером можно делать хорошие снимки и без ночного режима, если нет ярких источников света. Следующая камера – это 50-мегапиксельный телеобъектив. Он без потери качества приближает изображение в 2,5 раза. Но сильно не увлекайтесь. С приближением более чем в 10 раз, естественно, появляются помехи. Есть еще ультра-широкоугольная камера на 12 мегапикселей. Она подходит для панорамных снимков и макросъемки. Обе дополнительные камеры не дотягивают до уровня детализации и цветопередачи основной камеры и нужны только в определенных ситуациях. Фронтальная камера тоже имеет разрешение 50 мегапикселей и оснащена датчиком глубины, что тоже позволяет ей делать отличные селфи благодаря поддержке искусственного интеллекта. Все камеры записывают видео в 4К-разрешении при 30 кадрах в секунду. Для всех предусмотрена электронная стабилизация, которая сглаживает съемку на ходу. У основной и телескопической камеры есть и оптическая стабилизация, отчего видео получается плавным даже при сильной тряске. Творческие натуры точно оценят такой набор возможностей. Еще одним важным фактором выбора смартфона является его живучесть. Honor 200 оснастили кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 5200 мАч. Учитывая экономный процессор и программное обеспечение, смартфон живет 30 часов со включенным экраном и около 13 часов просмотра Full HD видео на Ютубе. Быстрее всего заряд уходит при съемке с максимальным качеством – около 12% за полчаса, а полностью зарядиться можно менее чем за час. По итогу Honor 200 впечатляет качественным AMOLED-экраном, интересными камерами, которые не требуют от пользователя навыков, быстрой зарядкой и, конечно, приятным дизайном. Если вы искали подобные качества смартфона, то выбирайте Honor 200. Ну а с вами был Кик. До новых встреч!